МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья, что же такое безопасность младенца? Потому что для большинства людей, скорее всего, это простуды, инфекции и переохлаждение. То есть от чего нужно защищать ребеночка? Конечно же, чтобы он не заболел. И тем не менее, слово безопасность для младенца входит еще очень много и много позиций. Давайте начнем с первого. Ребенка приносят из родильного дома, и большую часть времени что он делает? Лежит он. Спит. Он спит, да? Я не знаю, у меня нет детей, я вам доверяюсь. Он... Большую часть времени он проводит во сне. Есть даже такая народная мудрость, поговорка. Сколько спит новорожденный? 25 часов в сутки. Неправда. Но тем не менее, большую часть времени он спит. И что должны помнить родители? Что должны знать родители о сне младенца, чтобы защитить его от возможных, не просто неблагоприятных, а может быть даже фатальных, очень ненужных вещей. Прежде всего, у ребенка должна быть отдельная кровать. Мы с вами обсуждали это. В чем опасность отсутствия отдельной кровати? Опасность отсутствия отдельной кровати состоит в том, что ребенок будет спать рядом с мамой, рядом с папой, либо рядом с няней. И к чему это может привести? С древних времен известна такая вещь, как присыпание младенца. Что это такое? Мама кормит грудью, ребеночек лежит рядом. Мама устала, она засыпает сама. И она придавливает грудью или телом, она придавливает ребеночка, и ребенок задыхается. И просыпается, к сожалению, ситуацию уже никак изменить нельзя. Это, конечно, очень, это жутко. Звучит страшно. Поэтому главное в безопасности сна – это отдельный сон от кровати родителей. Ребенок всегда должен находиться рядом с родителями. То есть кроваточка, естественно, должна стоять в спальне, где-то очень близко к кровати. Да. Сейчас даже делают специальные приставные кровати. Они так и называются – приставные кровати. Они становятся совершенно рядом с кроватью родителей. Можно от классической российской кровати, даже сделанной по ГУСТу, убрать переднюю стенку. Главное при этом – эту кровать прикрепить какими-то удерживающими устройствами, чтобы она просто не откатилась, и ребенок не упал. То есть можно таким образом сделать. Либо купить специальную приставную кроватку, которая стоит рядом с кроватью родителей. Но у ребенка всегда должно быть свое место для сна. Второе важное условие – спи рядом, но не вместе. И второе – спи на спине. Это для ребенка, соответственно. Для ребенка, да. Ребенок должен спать на спине. Да. Но мамочка должна его укладывать на спину и знать, что сон на животе опасен. Поэтому сон на спине – это одна из важнейших вещей с позиции безопасности младенца. Очень давно, много лет назад, начало 90-х годов, мировая компания Back to Sleep, спи на спине, так решили защитить ребенка, профилактировать синдром внезапной смерти младенца. Во всем мире, благодаря этой компании, буквально в течение 2-3 лет снизился синдром внезапной смерти где-то на 40, где-то даже на 70%. Мы об этом синдроме поговорим сейчас чуть-чуть попозже. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. К сожалению, сорвался звонок. Синдром внезапной смерти. Что это такое? Как это так? Расскажите. Это необъяснимая смерть младенца, которая необъяснима ни после вскрытия, ни после оценки истории болезни развития ребенка, ни после изучения обстоятельств. Состоятельств смерти. Этот синдром на самом деле не так част. Это все-таки редкость. Чаще встречается именно присыпание, именно удушение младенцев. Когда они спят в одной кровати с родителями или другими людьми, осуществляющими уход. Когда они спят с подушками, одеялами, мягкими игрушками в кровати. То есть это все тоже запрещено? Это все тоже запрещено. Это тоже позиции безопасности ребенка. Ребенок один в кроватке, на жестком матрасе, без подушки, без каких-либо принадлежностей. Мягких игрушек или пеленки мамы любят складывать. Какие-то непоглаженные вещи для того, чтобы потом погладить. В уголочек как бы сложить. Нет, это тоже не разрешено. Кровать пустая. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос или мнение, пожалуйста. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько можно гулять с двухмесячным ребенком по такой погоде, как сейчас? И второй вопрос. Бабушкин метод, вот этот, проблем с животиком, отвар семян укропа. Как вы к таким методам относитесь? А еще раз повторю вопрос. Будьте добры, повторите. Бабушкин метод, проблем с животиком, отвар семян укропа. Как вы к таким методам относитесь? Понятно. Спасибо большое. Первый вопрос по поводу погоды. Сколько можно с двухмесячным ребенком так гулять? Не совсем о безопасности, но тем не менее. Гулять во время той погоды, которая есть сейчас, нужно обязательно. Минимум два раза по два-три часа. Два раза по два-три часа. А что касается бабушкиных методов, проблем с животиком? Проблем с животиком или, как правило, это младенческая колика, либо локтазная недостаточность. В проблемах с животиком всегда нужно разбираться. И укропная водичка, это не панацея. Это во-первых. Потому что это не обязательно. Повышенное газообразование может сопровождаться локтазной недостаточностью. Когда доктор просто научит недостаточность ферментов. Доктор должен осмотреть, доктор должен разобраться в ситуации. И бабушкины методы не панацея. А что касается вот этих прогулок. Я должен признаться, иногда бывает, что необходимо посидеть с племянниками. И иногда я, ну что, ладно, признаюсь. Я иногда собираю, одеваю ребенка, кладу его в коляску и выхожу на балкон. Это считается как прогулка или как прогулка не считается? Надо ходить по улице. Конечно, лучше ходить по улицам. Но есть такие обстоятельства, особенно северная территория. Особенно морозы, выраженные морозы. После минус 15 очень аккуратно, минус 20-25 уже, конечно, на улицу лучше с ребенком не выходить. Тогда балкон – это просто выход из ситуации, когда сон на балконе возможен. Опять же, безопасно. Нужно помнить о том, что ребеночек лежит в определенной люльке, в которой он умещается, в горизонтальном положении на спинке. Строго на спинке. Одетый, как если бы он выходил на улицу, правильно? Конечно. Но это считается за прогулку, да? Все-таки в экстренных ситуациях. В экстремальных ситуациях, да. Отвладите его из совести. Скажите, что да. Мы с вами разговаривали по поводу слингов. Оказывается, что это тоже не самая удобная до определенного возраста вещь. Не самая безопасная. Она удобная, но не самая безопасная. Вообще, вещь, конечно, безумно удобная. И мамам она очень нравится. Ребеночек рядом, ребеночек близко. И, казалось бы, в достаточно физиологичном положении. Но это мировая практика. И в мире было описано, по крайней мере, на момент 2013 года, прошла эта информация, описано 12 случаев смертей в слинге. 12 разнообразностей получается. От чего может умереть ребенок? И что там? И было показано, что, во-первых, очень аккуратно. Желательно в возрасте от 5 месяцев и старше. Когда, соответственно, костно-мышечная ребенка, система готова. Ребенка готова к тому, чтобы принимать вот эти разнообразные положения, которые предлагает слинг. Всегда нужно наблюдать за ребенком, как он у вас располагается в слинге. Открыть ли его носик, доступны ли, свободны ли воздухоносные пути. Это тоже очень важно. Вы говорите, что 12 разнообразностей летального исхода. То есть, ребенок задыхается. Описано, да. Именно случай удушения в слинге, да. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сейчас такое неоднозначное отношение к соскам, к пустышкам. Влияет ли это на прикус ребенка? Влияет ли это на что, простите? На прикус. На прикус и состояние зубов. Спасибо большое. На сегодняшний день проблема пустышек, имеется в виду не соска, а именно пустышка, насколько я поняла, решена с ортопедической точки зрения. Такое огромное количество промышленность предлагает сосок для специально, которые не влияют пустышек, не влияющих на прикус. Проблема пустышек, вот ее обязательно нужно озвучить в плане безопасности. Было показано, что пустышка при засыпании может защитить от синдрома внезапной смерти. То есть ребенку можно и нужно давать пустышку при засыпании. Но когда давать пустышку? Пустышка и становление лактации. Вот мама пришла с ребенком из родильного дома. Она еще только учится кормить грудью. Вот в этот момент пустышка опасна для... Не опасна, а может привести к тому, что ребенку, если дать пустышку, он неправильно будет брать грудь. Не получится лактация. Сосок будет прикусываться, будут трещины, неправильно будет брать, неправильно будет сосать. Не получится кормить грудью. Мама устанет от этого, и в итоге проще дать рожочек со смесью, с соской, с которой нет проблем никаких. Поэтому опасность пустышки только в том, что ее нужно дать тогда, где-то через 3-4, может быть 5 недель. Лактация установилась, вы грудью кормите хорошо, все нормально, давайте пустышку. Я грудью кормлю... Нет, я не кормлю грудью. Я понимаю, что для девушек это, понятно, очень важная информация, учитывая, что, наверное, как много проблем может возникнуть. Вообще, в принципе, девушки-то неподготовленные к материнству очень часто бывают. Вообще, скажите мне, где-нибудь у нас учат быть мамой? Ну, конечно, конечно, мамы обязательно учат быть и в государственной системе наблюдения за женщиной, и несколько частных центров наблюдения за беременными, школа будущих матерей. Безусловно, с мамами и папами обязательно с мамами. Вот про папу мы поговорим еще отдельно. Алло, здравствуйте, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. У меня даже два вопроса. Давайте оба. Вот, сначала первый вопрос. Значит, врачи не рекомендуют спать с малышами, как бы, чтобы с мамой вместе ребенок спал. Но малыш, вот, но ребенок у меня не спит в кровати, и приходится вместе спать. И так, ребенок спит всю ночь. Как вот правильно? И второй вопрос. Первый вопрос. Значит, можно ли постоянно пользоваться подгузниками? И нужна ли мазь? Ну, под них как бы вот наносить подгузники. Понятно, спасибо большое. Если ребенок не засыпает. Вот мы обсуждали как раз вопрос. А ребенок не засыпает. Засыпать. Укладывая ребенка, кормить, можно рядом, лежать рядом. То есть, да? То есть, вы засыпаете вместе и рядом. Как только ребенок уснул, он должен лежать на своем отдельном месте. Все надо взять и положить туда? Обязательно. Вот это очень важно. Что значит не засыпает вообще? Во-первых, это нонсенс. Такого быть не может. Да, есть проблемы с засыпанием. Значит, нужно у них разбираться. Почему они? Значит, есть какие-то проблемы со вскармливанием. Обратитесь к своему педиатру. Обратитесь к участковой медицинской сестре. Пусть она проконсультирует. Пусть она посмотрит. Пусть они посмотрят, как прикладывается ребенок. Правильно ли он сосет. Насасывается ли он. Достаточно ли молока. Как он прибавил за недельку. Есть ли эти золотые, драгоценные 150 грамм в неделю, которых мы добиваемся. Или он просто не наедается. И проблемы в этом. То есть, всегда нужно разобраться в ситуации. Но спать ребенок должен отдельно. А что касается подгузников? Что касается подгузников. Вопрос безопасности подгузников много-много лет обсуждается. И сейчас уже есть так называемый катамность. То есть, длительность наблюдения постфактум за детьми, которые регулярно пользуются подгузниками или памперсами различными. Никаких отрицательных побочных эффектов не доказано. Вот это первое. То есть, на сегодняшний день вопрос безопасности подгузников снят. То есть, они безопасны. Можно постоянно пользоваться? Можно. Если нет, а аллергической реакции, контактного дерматита, какого-либо раздражения? Конечно, можно. Вопрос второй. А нужно ли постоянно? Да, вы выходите на улицу? Конечно, безусловно. Вы идете в поликлинику? Да, конечно. Вы идете в гости? Да, безусловно. А дома, когда ребеночек, если температура комфортная, она должна быть комфортной дома. Это не обязательно. 25 это только когда ребенок пришел из родильного дома. От 18 до 22. Это достаточно прохладная обстановка. Воздушные ванны обязательно. Раздевайте ребеночка. Убирайте памперс. Убирайте одежду. Кстати, одежда и безопасность – это тоже важная вещь для младенца. Подождите, про памперсы еще. А по поводу мальчиков? Ведь мальчикам вообще это… Не доказан эффект перегревания яичек. Тот, о котором много было дискуссий. Не доказан на сегодняшний момент отрицательный эффект воздействия памперсов. Понятно. Но вы говорите еще про одежду, про безопасность одежды. И про безопасность, в принципе, очень много у безопасности для младенца аспектов. Но мы к ним вернемся. Через несколько минут у нас реклама. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Это программа «Случай из практики». В гостях у нас кандидат медицинских наук, педиатр Наталья Кораблева. И мы обсуждаем вопрос безопасности младенца. Мы закончили на том, что безопасность младенца зависит также еще и от одежды. Давайте узнаем, что это значит. Что же это значит? Одежда малыша должна быть обязательно из натуральных тканей. Чем нынешний ребенок, тем нежнее и тоньше его кожа. Соответственно, швы, которые возможны на одежде, должны быть наружи. То есть не соприкасаться с кожей ребенка. Сейчас вопрос пеленок, наверное, еще может стоять какое-то время. Пользоваться ими или не пользоваться ими? Если все-таки вы еще пользуетесь пеленками, а не специальными комбинезончиками или ползунками, которые есть сейчас на все весовые категории, даже на очень маловесных младенцев, то если вы пользуетесь пеленкой, пользуетесь широким пеленанием. Не нужно солдатикам ребенка пеленать. Ну да, я слышал о том, что я, конечно, в этих делах не совсем опытный, но считал, что очень надо крепко запеленать ребенка, чтобы у него все было хорошо. Вот что это значит, я не понимаю. Нет, это неправильно. Крепко запеленутый ребенок считается, что быстрее успокаивается и крепче спит. Но это не физиологично для самого малыша. Не физиологично. Поэтому если вы пользуетесь пеленкой, то только широким пеленанием. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Какой у вас вопрос? Я бы хотела спросить про, как подмывать все-таки новорожденную девочку. Раньше говорили, что малышка должна лежать спиной на руке, животиком вверх. А сейчас мне в роддоме сказали, что как мальчиков надо, животом вниз, грудкой на руке. Вот как все-таки правильно это делать? Вы знаете, это совершенно не зависит от того, как вы возьмете ребенка. Это так, как вам будет удобно. Главное, принцип соблюдать правильно, подмывая девочку. Давайте я покажу на младенца, хотя это мальчик. Мальчика подмывают от заднего прохода вперед, а девочку наоборот. То есть по направлению к заднему проходу. Вот это основное правило. Разница между подмыванием мальчиков и девочек. А как вы возьмете? На ручку таким образом или таким образом. Вот как вам будет удобно, так и делайте. Это не принципиально. Вообще, кстати, как правильно держать детей? Вот у нас есть, можно сказать, мы как-то тренажер для этого всего. Если ребенок маленький, вот что, как вот его держать? Я боюсь держать маленьких детей. Научите меня, как это делать, чтобы в следующий раз, когда мне сестра дает ребенка, я не пугался с ужасом и не убегал в другую комнату. Страх – это нормальное человеческое чувство. Ребенок выглядит беззащитным. Я его, честно признаюсь, я боюсь сломать. Я боюсь, что что-то пойдет ли так. Ну, во-первых, вы никогда ребеночка не сломаете. Какие основные правила? Ребенок до трехмесячного возраста, как правило, не умеет держать головочку. То есть еще не готовы мышцы для того, чтобы удерживать головку в вертикальном положении. Значит, основное правило такое, что головка должна поддерживаться на локте, на руке. Это не важно, но вы должны поддерживать головку. Ребенок до шестимесячного возраста, как правило, еще не готов к тому, чтобы сидеть. Поэтому присаживать его в мягкие подушки или в тех же самых слингах он лежит, провисая неправильно нагрузка на позвоночник и спинные мышцы распределяются. Поэтому поверхность твердая и поверхность горизонтальная. То есть ребеночек лежит на позвоночнике. До шести месяцев, вы говорите, да? Как правило, до шести месяцев. То есть если у нас младенец до шести месяцев, я стараюсь не придавать ему сидячее положение, потому что неправильная нагрузка на позвоночник. Если вы хотите придавать горизонтальное положение, я сейчас покажу, каким это образом. Это метод мамы-кенгуру. Когда ножки ребеночка согнуты в коленном и тазобедренном суставе, у нас не получится на этом малыше. Ребеночек прижимается к маме, головочка отвернута, ножки полностью развернуты к животу маме. И вот этот метод мамы-кенгуру тоже допустим на какое-то время. И таким образом можно держать младенца. Так, малыш, посиди, пока мы тут поговорим. Я надеюсь, он уже у нас больше шести месяцев, да? Судя по размеру. Нет. Судя по размеру, это два месяца, да. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Я из Токтевкара. Скажите, пожалуйста, обязательно ли для стирки пеленок использовать детские порошки или детское мыло? Спасибо большое. Нужно ли использовать детские порошки? Очень важный вопрос, в том числе безопасности кожи младенца и ее реакции на внешние химические неблагоприятные воздействия. Для того, чтобы обрабатывать одежду ребенка, стирать ее нужно всегда пользоваться специальными детскими средствами. Они гипоаллергенны, они меньше содержат ненужных токсических веществ. А как вы думаете, я просто слышал пару таких слухов, и это исключительно слухи. Может быть, вы их подтвердите или развенчаете. О том, что под этой упаковкой скрывается тот же самый химический состав, но просто маркетинг работает в сторону матери. Всегда спрашивайте сертификаты качества. Сертификаты качества. Сертифицированные товары нужно приобретать. Понятно. Еще вопрос по поводу отцовства. Мы с вами до программы говорили, вы мне сказали, что мать не может, в принципе, причинить ребенку вреда. Но про отца мы такого не услышали. Что может быть, какая может быть ошибка, которую допускают молодые отцы или отцы в первый раз, которые сталкиваются с своим ребенком? Мы немножечко в другом ключе с вами все-таки это обсуждали. Ни мама, ни папа намеренно ведь никогда ребенок... Намеренно, конечно, нет. Нет, вечно не про это. Не причиняет вреда, безусловно. Помнить нужно, наверное, хочется сказать, особенно папам, особенно молодым папам. Описан в последнее десятилетие, такой новый, не могу сказать, что модный, но тем не менее, очень много сейчас внимания уделяется этой проблеме за рубежом. Это синдром, так называемый синдром встряхнутого ребенка. Отписан неблагоприятный исход, кстати, при общении младенца с молодым папой, известным альпинистом, спортсменом, который остался один дома с малышом второго полугодия жизни и беспокоился, укачивал, укачивал, укачивал и встряхнув бросил его на кровать. К сожалению, это очень печально закончилось. Настолько нежные, настолько еще незрелые структуры в головном мозге, что может от встряхивания произойти кровоизлияние и наступить, к сожалению, самый неблагоприятный. Покажите меня и нашим зрителям, что значит встряхивание? Это как? Ровное, спокойное укачивание допустимо. Встряхивание – это резкое движение. Особенно резкое, одномоментное, которое… Вот нам кажется, что мы немного силы в это движение вкладываем, но если мы, допустим, бросаем и ускоряем этот поток, то вот это действие может оказать очень пагубное влияние. В каком возрасте? Чем обрабатывать ее перед купанием? И сейчас очень много разных каких-то вот воротничков надувных для малышей. Они не травмируют ли, ну, шею младенца или лучше их не использовать, или наоборот использовать. То, как вот что и считается правильно. Понятно. Спасибо большое. Еще кто-то ходит в бассейны с… Да, это хороший вопрос. Безусловный рефлекс плавания есть у новорожденного младенца. Любой новорожденный младенец может плавать, его даже не нужно этому учить. Вопрос о том, нужно ли, можно ли в большой ванной или в маленькой ванной, то, наверное, после выписки из родильного дома все-таки физиологично в маленькой. Почему? Пока остаточек поповины еще не отпал, либо есть ранка на этом месте, водичку лучше кипятить. Ну, вот каким образом? Что значит накипятить воду для большого? Это невозможно. Да, поэтому достаточно удобно, гигиенично, это маленькая ванночка. Не нужно пользоваться растворами марганцовки. Конечно, все зависит от того, какая кожа у ребенка. Если есть какие-то проблемы, да, будут какие-то отвары лечебные, возможно, какие-то лечебные растворы. А вообще просто чистая водичка. Как только спокойная пупочная ранка, не нужно кипятить воду. Вода должна быть оптимальной температуры и все. Просто чистая вода. Вот в этой ситуации можно уже воспользоваться и большой ванной. Чем ее обрабатывать? Конечно, и вот это очень хороший вопрос, потому что токсичные химические компоненты вот здесь точно должны быть исключены. Ванна должна быть лучше, как жидким мылом. Да, вот обычным жидким мылом это гораздо физиологичнее, чем лучше не использовать никакие химикаты. Вы имеете в виду, если я перед тем, как мыть ребенка, мою ванну, лучше мне не мыть хлорсодержащими. Хлорсодержащими, да, токсичными компонентами. Совершенно верно. Которые для туалетов, для сантехники и для всего. Да, использовать ли, как вы учите ребенка плавать, использовать ли вот эти специальные круги, воротнички вокруг шеи, это уже как бы вопрос вашего личного участия в закаливании ребенка, вашего личного желания. Если ребенок здоров, это не противопоказано. Пожалуйста, если не было травмы шейного отдела, позвоночника, конечно, это можно. А если вот все-таки мама решает идти с годовалым или догодовалым ребенком в бассейн, это как, рекомендуется или не рекомендуется? Или в принципе все равно? Ну, это опять же вопрос вашего личного отношения к здоровью ребенка. Если вы хотите, вы пойдете и на первом году жизни, это не противопоказано. Если это сертифицированное, в общем-то, как это правильно сказать, то есть бассейн, то, конечно, это возможно. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня сына уже 10 лет, и он у меня начал саживаться где-то в 4 месяца. А вот я сейчас дочку родила, и вот я тоже опасаюсь, что она у меня будет рано садиться. Девочек вообще нужно до 6 месяцев принципиально вот как-то не присаживать. Спасибо большое. Распространенный миф, вот девочек точно нельзя, мальчиков вот пораньше можно. Какое-то странное, я не понимаю, на чем это основано. Когда ребенок готов сам, готовы его мышцы, прежде всего, которые удерживают кости, готовы мышцы, он будет присаживаться сам. У кого-то это начинается раньше 6 месяцев, у кого-то в 6 месяцев, у кого-то позже 6 месяцев. Каждый ребенок индивидуален. Ребенок готов, он начнет присаживаться. Если он сам не делает эти попытки, вы пробуете, ребеночек лежит горизонтально, вы его берете за ручки, пытаетесь взять на себя, и он сам пытается присаживаться, он уже практически готов. Занимайтесь с ним, занимайтесь с ребенком, он у вас сядет самостоятельно. Специально, еще раз говорю, сажать в подушке, пока он не присаживается, сам не нужно. Мышцы не готовы, не нужно этого делать. Всему свое время природа гораздо мудрее и разумнее нас. А что касается стерилизации детских всяких посудочек, вот этих всяких сосочек, баночек, бутылочек? Чистота, но не стерильность. Важна чистота. Чистота, но не стерильность, вы говорите. Чем чревата такая? Есть миф о том, что если слишком много, слишком чисто в квартире, в доме, то у ребенка вполне возможно начнется аллергия. Вы знаете, это не миф. На сегодняшний день это один из методов первичной профилактики аллергии. Если ребенок после рождения, чем больше он сталкивается во внешней среде с естественными микроорганизмами, тем больше стимулируется его иммунная система. Она переключается с неправильного ответа, а вариант иммунного ответа на правильный. И в этом, и в общем-то на сегодняшний день это называется гигиеническая теория профилактики аллергии у ребенка. Знаете, была такая русская, она не была, она и есть такая, может быть не совсем для эфира, но тем не менее больше грязи, шире... Шире что? Морда. Нет, я не слышал, но это очень интересно. Такая вот народная мудрость, отчасти в ней есть доля истины, именно в первичной профилактике аллергии. Это мы будем знать, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Дорогие друзья, напомню, что в гостях у нас была Наталья Кораблева, кандидат медицинских наук, педиатр, и мы обсуждали безопасность младенцев. На следующей неделе смотрите программу «Случаи из практики» с Северином Арпы. На этом я с вами прощаюсь, меня зовут Ярослав Орежкин, до свидания.